МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 23 мая 2021 года polski самолет пасажерский о номере бошенном SP-RSM реализовал поłączenie рейсовое на трасе Атены-Вилна. Когда тема перестает быть актуальной, всегда появляются новые шокирующие подробности. Новые шокирующие и подробности в кавычках. Авторы ролика – сотрудники польской спецслужбы. Агенция обеспеченства Вивленшнегу подчиняется напрямую премьер-министру Моровецкому, которая обеспечивает контроль за работой АБВ, польской разведки и контрразведки. Голос на польском представляет Олега Галегова, авиадиспетчера, который ввел диалог с экипажем Рейнейр. Голос сразу же добавляет – Галегов работал вместе с сотрудниками белорусских спецслужб. Забегая вперед, скажем, что все это – вранье и монтаж. Но обо всем по порядку. Монтажеры из АБВ приводят некие отрезки переговоров в качестве доказательств. Вот они. в Вивленшнегу. Продолжай, продолжай. Продолжай, чтобы сбежать. Мне кажется странным, что речь диспетчера Галлегова в самолете слышна лучше, чем речь пилота. Это просто аргумент. Доказательство вранья АБВ теперь. Следующая фраза. Пилот спрашивает, какой код опасности, красный или желтый. Слышно, что диспетчер советуется и называет красный код. Человека, с которым советуются Галлегов, называют офицером белорусских спецслужб. Сама запись вызывает много вопросов. Уже известно, это монтаж. Да, действительно, голос диспетчера Галлегова. Такой человек действительно работал в белой аэронавигации. И действительно, он в тот день был на смене и сопровождал борт Рейн-Эйр. Сообщение о бомбе, которая в двух письмах поступила в национальный аэропорт, не подтвердилось. И ситуацию рассматривают как заведомо ложное сообщение о минировании. Расследуется уголовное дело. Органом предварительного следствия была назначена фоноскопическая экспертиза. Согласно заключению экспертов Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, в указанной записи имеются участки с признаками монтажа, характерными для объединения нескольких ранее записанных фонограмм, что указывает о признаках модификации и цифровой обработки звукозаписи. Что это значит? А то, что взяли аудиозапись, что-то вырезали, что-то добавили, что-то замедлили и наложили разные фильтры. Обычная подтасовка. Мы нашли того самого человека, с которым советуются Галегов. Это руководитель полетов на смене, в которой работал диспетчер. Евгений Цыганов подключился к работе Галегова, когда возникла нештатная ситуация. Вы узнали голос? Да, конечно, это мой голос. Экипаж очень много запрашивал всякой дополнительной информации, о которой оперативно сам диспетчер мог не знать. И тут вмешивался немножко я, зная свои руководящие документы, опираясь на них, принимая решения, причем принимал решения при взаимодействии со старшим диспетчером. И, конечно, окончательное решение за мной. И экипаж интересовался. И там названием аэродрома, на котором мы предлагали совершить посадку, если он примет решение, он запрашивал чистоту представительства авиакомпании Ранэй, чтобы проконсультироваться с ними. То есть я тоже отходил, интересовал своего Вильнюса. И при окончательном принятии решения экипаж запросил, какой код мы отдаем данной ситуации. Мною было принято решение, что это код красный. Я находился там, рукодель полетов, и старший диспетчер мой. То есть, грубо говоря, пять человек были относительно небольшом, на небольшом расстоянии друг от друга. Польская спецслужба называет руководителя полетами Евгения Цыганова сотрудником белорусского КГБ. И это дезинформация. Вас называют офицером белорусских специальных служб. Как вы это можете прокомментировать? Это смешно, конечно. Вообще, на самом деле, я закончил наш белорусский колледж авиационный. Сейчас он называется Академия авиации в 2000 году. И с тех пор, с 2000 года, я работаю в белой ренавигации. Дезинформация о польской спецслужбе, о якобы зафиксированных переговорах с участием сотрудника белорусской спецслужбы, подхватили разные информационные ресурсы. Преимущественно экстремистский, который находится под контролем польского правительства, Моровецкого, которому и польская АБВ подчиняется. Ничего удивительного. Даже написали, что тот самый диспетчер решил сбежать из Беларуси и пересек польскую границу вместе с мигрантами с Ближнего Востока. А это ложь. Олег Галегов просто поехал в запланированный отпуск. Вот его заявление. Оно хранится в отделе кадров белой аэронавигации. После вылета в Тбилиси с Галеговым стали приключаться странные истории. Стоит ли говорить, что из отпуска он не вернулся? Вот он, тот самый диспетчер. Галегов Олег Иванович в 1979 году родился в Тбилиси, гражданин Грузии. В Беларуси имеет вид на жительство. С 2008 года проживал в Минске, работал на предприятии белой аэронавигации. Мать проживает в Тбилиси, сестра тоже проживает в Тбилиси по улице Асатиана вместе с матерью. К маме и сестре, вот чей дом, а не в Польшу, как утверждают польские спецслужбы, выехал Галегов. На работе он характеризуется только положительно. Специалист высокого класса. Просто уехал в запланированный отпуск в Тбилиси. Прилетев туда, стал очень уязвим, в том числе и для польской разведки. Кадры системы видеонаблюдения улетел в Тбилиси с семьей, веселый и довольный, человек в черной кепке. Что произошло после посадки самолета в Тбилиси, неизвестно. Где сейчас гражданин Грузии Олег Галегов тоже? Жив ли? На свободе или в тайной тюрьме в одной из сопредельных стран? Очевидно, что сейчас он, если что-то и говорит, то только то, что ему велят. В американской прессе, еще до публикации польскими спецслужбами своего ролика, Галегова назвали перебежчиком, который помогает создать обвинение против Беларуси. Еще одна дезинформация, которую упорно повторяют в Польше. Якобы самолет был посажен принудительно, и ему угрожал истребитель. Но боевой самолет был на расстоянии более 170 километров, и о его существовании в кабине Rain Air не могли знать. Телеканал ОНТ подробно рассказал об этом в фильме Race Rain Air Афины Вильнюс Разбор полета и объяснил, что такое перехват. По всем международным правилам экипаж-перехватчика должен выйти вперед на расстоянии не ближе и не далее 10 метров с левой стороны. С левой стороны. Почему слева? Потому что мы все знаем, что в любом воздушном судне командир воздушного судна находится с левой стороны. Он себя обозначил. Далее, согласно требованиям международных правил, командир экипажа самолета-перехватчика обязан на установленной международными договорами чистоте связаться с командиром воздушного судна. Ничего этого не было. Боевой самолет был еще раз в 170 километрах. А решение о посадке в Минске пилот Rain Air принял самостоятельно. Решение на борту воздушного судна принимается командиром воздушного судна. Первый час. Во-вторых, если было бы принуждение, 24 мая мы бы все, вся мировая общественность это четко услышала по радиообмену и в аудиозаписи тут же опубликовано. Пилот должен был следовать на ближайший аэродром. В данном случае ближайшим аэродромом и аэродромовым назначением был Вильнюс. Поэтому, конечно, чтобы ответить на этот вопрос, почему пилот полетел в Минск, надо в первую очередь спросить самого пилота, а затем еще, конечно, опросить и диспетчерскую службу в Вильнюс в Центр управления полетом. Но записи переговоров самолет Вильнюс и самолет руководства компании РНР нет. Между тем, сам рейс выполнялся не так, как обычно. Пилот не собирался в Вильнюс. В стандартной ситуации борт, проходя Трайверс Баранович, начинает плавное снижение для того, чтобы успеть сбросить высоту и скорость и в нормальной посадочной конфигурации сойти на посадку в Вильнюсе, в аэропорту назначения. До того, как он должен был бы приступить к книжению, он связался с Вильнюсом. После этого разговора борт не снижается. Он проходит Трайверс Баранович, сохраняет высоту, скорость, оставалось еще раз чуть меньше двух минут ему лететь до границы. Вместо этого он делает разворот возле границы, делает такой полувираж, и после этого начинает заходить уже, принимает решение, что он идет в Минск. Ответить на этот вопрос помогло бы только предоставление соответствующей аудиозаписи. Верут, что в Беларуси могли знать, что этим рейсом летел разыскиваемый в стране Роман Протасевич. Ну, это самая прямая ложь. Во-первых, списки пассажиров находятся только на двух концах. В аэропорту отправления и в аэропорту прибытия. Если вы помните, буквально сразу Майкл О'Ли, глава РНР, начал утверждать, что на борту были сотрудники Комитета Государственной Безопасности. После того, как было опубликовано интервью со всеми теми гражданами на Беларуси, которые решили остаться в Минске, потому что их конечный пункт назначения был Минск, этот фейк был разбит. Вместе с тем, определенные информационные каналы рассказывали о том, что там была какая-то слежка или еще что-то. Знать о том, кто был на борту воздушного судна, мы не могли. Информации о том, что за ним следили в Греции и на борту самолета не подтвердилось. Это был вброс дезинформации. Очень много вопросов к пилоту Рейнер. Он сделал все, чтобы запись его переговоров с диспетчером в Вильнюсе не сохранилась. Это особенность аппаратуры, которая заново перезаписывает параметры каждые два часа. И где сам пилот? Где его показания? Бортовой носитель сохраняет только последние два часа запись. Соответственно, два часа в 38 минут он только взлетел, 48 минут он только взлетел, 21 часа в 37 минут он приземлился в Вильнюсе. Соответственно, вот это время, которое нас интересует, оно уже было фактически стерто. И на одной из встреч с группой ИКАО, в том числе, на которой присутствовали представители Польши, Польша недвухсмысленно заявила, что так как самолет был, находился в постоянной эксплуатации, они не сохранили эти записи. И другое лжи много. Например, о том, что пилоту не дали связаться с представителями своей авиакомпании. Это опровергнуто. Была отдельная частота, были звонки. Ну, это на самом деле вранье, потому что буквально еще борт находился в воздушном пространстве, это зафиксировано соответственно, через звонки, есть телефоны, есть имена специалистов компании РНР, которые связывались и с диспетчерами, и которые связывались по следующему с специалистами. Врут и про количество писем, полученных в национальном аэропорту с сообщением о минировании. Напомним, они пришли с почтового сервера, расположенного в Западной Европе. Письма было два. Первое письмо и второе. Эти два письма были четко идентифицированы специальным программным приложением. После этого они были, соответственно, информация была доведена до специалистов. И про то, что к посадке имеют отношение диспетчеры, работающие на вышке аэропорта Лож. Специалисты, регулирующие воздушное движение, в том числе и Олег Голегов, работали в пункте управления в микрорайоне Сокол. Незнание специфики, то есть люди, которые делают эти вбросы, они очень мало понимают белорусской авиации и, в принципе, очень мало понимают в авиационных процессах вообще. Очень много вопросов и совсем нет ответов. Беларусь обжаловала в Международную Организацию по авиации принятые и притянутые за уши к этой истории запреты. Фактически по национальному признаку. И сама первая потребовала расследования инцидента. Отчет по этому случаю задерживают. Сроки опубликования окончательного отчета постоянно сдвигаются. И чтобы в очередной раз оправдать сдвиг на предоставление окончательного отчета, необходимо для экспертов ИКАО сделать очередные вбросы. Для того, чтобы они сидели там и разбирались, это правда или вымысел имеет там та или иная запись элемента монтажа либо не имеет. На самом деле это еще раз просто повторюсь для того, чтобы оправдать все то прямо текстом скажу беззаконие, которое творится. Все международные законные правила, которые нами всегда четко соблюдались, сейчас ставятся не на грош нашим европейским партнерам. Ожидается, что отчет эксперты ИКАО представят на следующей сессии. Она начнется в январе и продлится до марта. Но возможно перед этим появится очередная ложь. Она так нужна, чтобы оправдать ограничительные меры. Ложь нужна, чтобы литовцы и поляки оправдали свои действия перед своими гражданами. Что будет за ложь пока сложно сказать. Пока ждем, что пилот Рейнер сотрудник Белорусского КГБ. Кстати, до сих пор не ясно, почему нет ни его заявлений, ни ответов на вопросы.